МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, в моем понимании, к таким европейским каким-то городам, потому что вот в России я видела, я бы поменяла микрофон, Дарьяна, на твоем месте, на вот более безопасный. Я прошу прощения, у слушателей, тут у нас в проводе есть некоторые проблемы, начинается шум. Значит, в России я вот такое видела только в Калининграде, пожалуй, да, когда маленькие фигурки каких-то фольклорных персонажей, и для туристов, гостей города, и для жителей такой своеобразный квест все обойти, возле каждой сфотографироваться. Ну и, собственно, вот в Кирове некоторое время назад появилось что-то подобное. Я, кстати, еще не видела. То есть я видела только на фотографиях у людей, а сама еще не гуляла. Визуально. Ну вот это все в Первомайском районе, где сосредоточено большое количество объектов, привлекающих туристов, в том числе и гостей города, где много гуляют люди по выходным. Будем с авторами этого проекта говорить сегодня о том, как он будет развиваться. Потому что только установка фигурок – это еще не все. Там прям вот у них планы большие. Это после 12 часов. В первом части поговорим про безопасность, хотела сказать, инфраструктурных сооружений, мостов. Про безопасность мостов на второстепенных дорогах. В выходные, все мы видели эту новость, обрушились пешеходные конструкции моста через реку Сандаловка. Для тех, кто не смотрел карту, могу сказать, это дорога, которая ведет на субботиху. Не знаю, насколько много там пешеходов. Судя по количеству населенных пунктов, не так много. Но вообще сам факт того, что... Знаешь, мне кажется, что в пределах городской черты рассуждать о том, много там пешеходов проходит или немного. Ну, я просто к тому, что если, например, ограниченное количество денег и несколько таких объектов, то, наверное, их выбирают в порядке приоритета. То есть, что больше посещается, либо через что больше проезжает автотранспорт, а потом доходят руки до того, что меньше. Что касается этого моста, то, судя по сообщениям, проблемы его были выявлены значительное время назад, ну, то есть еще 2-3 года назад, и он нуждался уже в ремонте. И вроде бы искали деньги на этот ремонт, но не нашли. Теперь, видимо, будут искать в срочном порядке, потому что вчера были сообщения о том, что в следующем году начнется его ремонт. Что будет до следующего года, могут ли там ездить машины, безопасно ли там ходить людям по проезжей части, вот это мы сегодня попробуем выяснить. Ну и плюс интересно еще, сколько вообще, в принципе, таких объектов, которые нуждаются в ремонте, которые, возможно, уже в каком-то аварийном состоянии. Причем даже в черте Кирова они есть, насколько я понимаю. Да, просто, видишь, получается, одно дело, когда у тебя, я не знаю, произошла там какая-то коммунальная авария, которая повлияла на конструкции, или, я не знаю, наводнение какое-то или еще что-то, и что-то смыло. Другое дело, когда действительно 2-3 года объект числился аварийным, и... А все это время там ездили машины, и ходили люди. Ходили люди, да, и вот опять мы чего-то ждали. Ну вот, дождались. Дождались. Не, на фотографиях это, конечно, выглядит устрашающе, просто можно себе представить, каким шумом и грохотом это могло обрушиться в реку. Людей, которые рядом были, наверное, можно пожалеть, мне кажется, что это такой, знаешь, несколько катастрофичный сценарий. Мы все-таки отвыкли от того, что могут рушиться мосты. Вот, не видели подобного, ну, на своей памяти, по крайней мере. Не живем в каком-то сейсмоопасном регионе, да, в горах, где, возможно, такие вещи происходят достаточно часто, как ты сказала, в результате природных каких-то катаклизмов. Ну, часто там горные реки, знаешь, сомывают. Ну, в Сочи, да, вот мы же видим, периодически в новостях нам показывают картинки, там, в Сочи смыло половину набережной, там, еще что-то. Ну, то есть ты понимаешь, что, в принципе, люди, которые в Сочи живут, наверное, они как-то легче к таким вещам относятся. А у нас, извините, может... Не легче, возможно, более... Ну, более готовы морально к такому, не знаю. Не знаю, как сказать. Вот как-то так. Присоединяется к нам Игорь Меркулов, начальник управления дорожно-парковой инфраструктуры. Игорь Александрович, добрый день. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Давайте мы напомним прямо вот в самом начале, когда произошло это ЧП. То есть, если я верно понимаю, это случилось в выходные, да? Если мы говорим именно через реку Сандаловка, да? Да, совершенно верно. По направлению в Субочиху. По сути, пешеходные консоли, которые у нас произошло обрушение, они произошли еще 18 июня. Июня? Да. Консоли у нас упали еще 18 июня. И только в конце июля выяснилось, что они обрушились внезапно. Ну, мы говорим о том, что это в социальных сетях, и в СМИ написали об этом. А вот эта ситуация произошла у нас в июне. То есть, еще в июне мы работу по данному мосту проводили в части именно обеспечения безопасности дорожного движения, в части выставления блоков, заключения договора на проектную документацию, на разработку и так далее. То есть, у нас такая ситуация находится под контролем еще с июня месяца. Вопрос был в том, что социальные сети. Понятно. То есть, это социальные сети вынесли наружу вот эту проблему. Да. Да. Игорь Александрович, скажите, насколько большой там трафик по этому мосту сейчас, ну и вот до момента обрушения, как часто там ездят машины, много ли там ходят людей пешком? По той информации, которая у нас есть, замерялось интенсивное движение, как раз автомобильного транспорта в 2021 году, у нас последние сведения были, в сутки интенсивный транспорт составлял порядка 3000 машин. В год? Из них легковых там, да, из них легковых большее количество, там грузовых порядка 60, автобусов порядка 20. Это именно в сутки. Сутки. Проходили. Так. То есть, вот такая интенсивность нам идет. Если мы говорим именно о пешеходном сообщении, таких замеров у нас до этого не было, и, по сути, довольно сложно отследить именно пешеходный трафик. Если говорить именно о расположении этого сооружения... Игорь Александрович, я прошу прощения, почему-то вас плохо слышно. Можете ли вы как-то немножко переместиться? Вас то слышно, то и не слышно. Как-то по кабинету куда-то... Просто по пути еду на машине. А, так. Где-то пропадает слезь. Да, сейчас слышно. То есть, еще раз тогда повторюсь, проводилась замер интенсивности автомобильного трафика. Порядка 3000 машин у нас в сутки проходит через этот мост. Интенсивность замера именно пешеходного движения не производилась. Вот вы говорили, да, что в середине июня уже была проблема эта выявлена. Как-то были какие-то предупреждающие знаки, я не знаю, для пешеходов, что... Что это может случиться. Тогда ведь не пострадал никто, мы так понимаем. Да, обрушение вот этой правой консоли пешеходного управления было в начале июня. Перед этим, в начале июня, мы также обследовали о том, что аварийность его имеет место быть. У нас параллельно была заказана документация проектная на ремонт данного моста. А хотел бы отметить, что в следующем году мы планируем, и он хотелось ремонт, в этом году планируем завершение проектных работ. После того, в июне, как мы выявили о том, что мост у нас в аварийном состоянии находится, были установлены ограждающие конструкции, то есть там они были из металла установлены, заборы, плюсом была натянута сигнальная лента и установлены знаки. Сейчас мы, в принципе, после падения консолей, скажем так, нарастили количество вот этих предупреждающих знаков. И вот буквально вчера мы дополнительно еще выставили блоки на проезжей части, то есть отделили проезжую часть от пешеходной. А проводилось, я не знаю, какое-то, возможно, дополнительное обследование? Насколько он безопасен даже для автомобильного трафика? Только сейчас, особенно после выставления бетонных блоков. Я вот почему-то думаю, что это дополнительная нагрузка на конструкцию. Так, похоже, не очень конструкция, да. Смотрите, да, этот вопрос мы тоже рассматривали. Вообще у нас по обследованию мостовых сооружений, они выполняются специализированными организациями, они проверяют, наверное, не только, ненавидно, они проверяют не только визуально мостовые сооружения, но они проверяют и несущую способность всех узлов и балок, и всевозможных пешеходных, и, соответственно, автомобильной части моста. По результатам обследований, которые у нас проходили по этому мосту, вот последнее диагностическое обследование, они не выявили никаких побеждений, снижающих именно проектную грузоподъемность данного мостового сооружения. То есть в части именно автомобильного транспорта мост вполне пригоден и безопасен для движения. На нем не были выставлены и дополнительно не были требования от специалистов по выставлению ограничивающих знаков по грузоподъемности. То есть там, в принципе, в части машины он безопасен. Консоли пешеходные, да, они от старости, так как мост у нас был введен в эксплуатацию еще в 88-м году, они просто от старости банально отгнили, и, соответственно, произошло их это затушение. Я прошу прощения, что значит подгнили? Они вроде бы бетонные. Бетонные на металлических швелерах. Вот эти вот металлические швелера, они со временем пришли в негодность, и они, соответственно, отпали. Ага, понятно. Ну, то есть, получается, там такие были, ну, арматура такая торчала, да, и на нее были надеты... Да, металлокаркас, да, швелерный, который, ну, просто со временем пришел в негодность. Так. И что будет теперь с этим мостом? Ну, вот смотрите, я почему вас спросила про пешеходный трафик. Я так понимаю, что вот эта дорога, которая идет, конкретно вот эта вот улица Деловая, да, она называется, она идет только к Субботихе, получается, к Большой Субботихе и к Малой Субботихе, и дальше она, собственно, там заканчивается, да? Да, все верно. То есть только жители Субботихе, получается, страдают от того, что не могут пойти пешком, если вообще ходят там пешком. Ну, давайте будем говорить о том, что жители у нас Субботихе не страдают, а в настоящий момент у нас организован безопасный коридор с использованием выставления бетонных блоков, то есть все граждане у нас могут проходить безопасно по мосту. Далее я хотел бы отметить, касательно будущего этого моста, в настоящий момент еще в июне месяце мы в начале июня запустили электронный аукцион и нашли, соответственно, подрядную организацию, которая в настоящий момент у нас выполняет работы по составлению проекта капитального ремонта вот этого мостового сооружения. До конца года у нас проект будет готов, он пройдет государственную экспертизу, по результатам чего мы данный мост будем ремонтировать, уже включим планы ремонта на следующий год в рамках национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Ассигнования, необходимые на эти цели, они заложены в бюджете, они есть, и, в принципе, ничего нам не должно помешать к концу следующего строительного сезона, то есть это где-то с сентября у нас месяц, получить отремонтированный мост полноценный, который будет у нас соответствовать и всем требованиям нормативным, и будет обеспечивать безопасный проезд и проход граждан. Игорь Александрович, еще такой момент, а в пределах муниципалитета есть еще объекты, которые находятся в каком-то полуаварийном, в опасном состоянии? Мостовые именно? Если мы говорим именно о мостовых сооружениях, вот, скажем, тот мост, который сейчас у нас на субочеку, да, это мост, скажем так, максимально в аварийном состоянии, вот именно в части вот этих пешеходных консолей, которые, ну, по сути, частично разрушились, сейчас мы организовали безопасный проход именно по проезжей части. Если говорить о других мостах и путепроводах, точно так же у нас проводится обследование всех мостов, обследование действует, проводится раз в пять лет по каждому из мостов. Есть у нас мостовые сооружения, которые там оценивали на 3 балла, на 4 балла. В рамках оценки, которую у нас дают эксперты, мы выставляем, соответственно, либо ограничивающие знаки по грузоподъемности, либо по скорости выставляем их данные знаки. И вот эти мостовые сооружения выкладываем как раз в проекции, в ремонт на следующий год. Да, Игорь Александрович, то есть они есть? Цифры какие-то можете озвучить? То есть они есть, да, эти сооружения, которые нуждаются в ремонте? Сооружения, которые нуждаются в ремонте, есть, да, но они у нас не в таком временном состоянии, все эти ремонты плановые. Мы их делаем, если мы говорим, например, о проектировании, то на следующий год мы сейчас занимаемся проектом проектирования ремонта патипровода на Луганской. В планах у нас проектирование патипровода на Луганской торце. То есть это вот эти плановые работы, которые мы по результатам диагностики видим, что это необходимо делать, и мы, соответственно, запускаем работу. То есть каких-то вот таких ЧП, аварийных ситуаций нет. Не предполагаете. Еще вопрос по поводу средств. Вы говорите, что они будут заложены в программу БКД на следующий год. А считали уже примерно во сколько обойдется капитальный ремонт этого моста? Предварительные оценки делали. Порядка 40-45 миллионов в текущих рыночных ценах. То есть именно ремонт в основном. Еще вопрос. Вот если мы правильно поняли, да, то есть несколько лет уже с ним такая вот ситуация тревожная достаточно была. А в прошлый год, в позапрошлый год не было возможности заложить ремонт в смету БКД? Самым главным критерием, который необходим для того, чтобы мы тот или иной объект, неважно это дорога, или, например, вот это сооружение, смогли реализовать в рамках основных проектов безопасности, при качестве информации, либо какого-то другого, это готовый проект, который прошел госэкспертизу. Только после получения проекта, получения положительного заключения госэкспертизы, тогда мы только можем официальные деньги направлять на квартире и на ремонт. Это понятно, конечно, что должна быть уже... В данном случае проекта не было, поэтому, к сожалению, в прошлом году мы не приступили к ремонту, и в этом году тоже. То есть я правильно понимаю, что на проект, на его изготовление деньги выделяет муниципалитет, а на ремонт мы можем взять из ВКД, то есть денег не было на то, чтобы проект создать, или как? Параллельно изготавливались другие проекты, то есть мы нашу работу ведем планы, вот как мы видим, потому что проблема у нас образовалась, мы оперативно изыскали необходимое цифрование и запустили проектирование ремонта данного моста. А проект, он предполагает ремонт всего моста или именно вот этих вот пешеходных участков? Проект предполагает ремонт полностью всего моста, то есть это и все деформационные швы, и пешеходные консоли, и сама проезжая часть. То есть в комплексе, если мы подходим к мосту, по итогу ремонта мы должны получить практически восстановленное до первоначального изначения восстановление, которое там прослужит не один десяток лет. И в комплексе подходим. Да, последний, наверное, вопрос. Все-таки, вот мы так поняли, что к концу этого года будет готов проект, и в следующем году начнутся ремонтные работы. Мы все понимаем, что Субботиха это место, где у многих, извините, дачные участки, да? Если начать ремонтировать этот мост, который единственный, как я понимаю, да, в Субботиху летом, то, наверное, будут проблемы у садоводов. Вы там как-то будете что-то придумывать, не знаю, какие-то объезды, если это возможно, или в какое-то время не летние, не дачные начнутся эти работы? Да, видно, отметили. Важный вопрос именно движения через мостовое садовление в процессе, когда он находится у нас в ремонте. В проекте, который разрабатывают с проектировщиками, предусматривается несколько вариантов как раз вот этого временного движения по мосту в процессе производства работы. Если самая причина работ позволяет при этом скрыть движение по полосам по данному мосту, то, соответственно, предлагается такое решение. Если для ремонта моста необходимо полностью разобрать, то есть такие варианты, например, в рассматривании, выводится временное мостовое сооружение рядом с существующим мостом для вот как раз беспрепятственного движения автомобилистов и сходов. То есть все эти варианты, они соответствуют при проектировании и результатам проектирования. В любом случае, Котихо у нас довольно большой, скажем так, местом, где живет огромное количество людей, в том числе и сдачников. И, конечно, за него нельзя ни в коем случае отрезать, там, шпакт, 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 шпакт. Поэтому автомобильное сооружение, в том числе и сходное, оно, конечно же, будет сохранено, независимо от того, там, когда и как мы начнем ремонт. Понятно. Спасибо большое. Игорь Меркулов с нами был на связи. Начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры Игоря Александровича мы отпускаем, да, просим звукорежиссера его отключить. Ну вот примерно такая информация. Слушай, я даже не знаю, что сказать. То есть в Кирове падают мосты, проходят полтора месяца, и только потом выясняется, что мост упал, оказывается. Ну и все равно не совсем я поняла. Не полностью. В чем была проблема с тем, чтобы подготовить проект? Денег не было. А сейчас появились. Ну сейчас просто деваться некуда. Ну невозможно оставить. Невозможно оставить полуразвалившийся мост и ничего с этим не делать. Каждый раз, когда происходит... Ну вот на самом деле мы сейчас над этим смеемся, но смеемся мы только потому, что в этот момент на мосту никого не было. Да. И просто каждый раз, когда происходят у нас в стране подобные ЧП, начинают вот это сразу все везде воршить, все везде проверять, туда-сюда. И тут вроде бы уже было известно, да, о том, что объект аварийный. Чего ждали? Непонятно. Константин Сичихин с нами на связи. Руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Константин, здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Да, не знаю, слышали ли вы Игорь Меркуева, с которым мы сейчас общались, но в общем и целом ситуация следующая. Значит, вот этот вот мост через реку Сандаловка, который ведет, точнее, по которому там движутся все в субботиху, большую и малую, он в аварийном состоянии находился несколько лет. Там стояли аншлаги, там были какие-то таблички, там была натянута сигнальная лента, если мы верно поняли, да. То есть сигнальную ленту натянули после того, как вот сейчас там что-то упало. Все знали, что рано или поздно там что-то случится. Вот, и вот оно случилось. Денег на то, чтобы создать проект, как мы поняли. Денег, чтобы не случилось, не было? Не было, да. Ну, то есть нужен был капитальный ремонт, он для того, чтобы получить деньги на капитальный ремонт, нужно сначала заплатить деньги. Похоже, чтобы получить деньги на капремонт, нужно, чтобы что-то случилось. Вот, и это какая-то очень интересная на самом деле ситуация, потому что, ну, правда пугает, а мы же не знаем, а вдруг где-то что-то еще в таком же состоянии тоже ждут, когда появятся деньги на проект. Хоть нас и уверяют, да. Да, у нас очень много таких объектов, не только в Кирове, но и в Кировской области, где мы ждем, что где-то, когда-то что-то должно случиться, и после этого нам придется экстренно выделять деньги. Это пример очень, который недавно произошел, это Вяткие поляны, там произошло тоже обрушение моста, который связывает одну часть Вятских полян с другой частью Вятских полян. Там прям мост, мост прямо обрушился? Да, там, ну да, там также обрушилась пешеходная часть, там тоже после обследования моста было признано, что мост уже непригодный к восстановлению какому-либо капитальному ремонту, поэтому было принято решение, вот недавно вы видели, что Александр Валентинович там был, на этом мосту было принято решение проектировать. Мост, как я знаю, уже где-то проектная документация должна выйти из госэкспертизы, и порядка 300 миллионов рублей надо будет из бюджета потратить на ремонт, ну, как бы на строительство нового моста. И в данной ситуации примерно, ну, отчасти похожая ситуация, и она постоянно у нас повторяется в регионе, да, у нас есть примерно похожий мост, ну, который требует ремонта, это на улице Советска в Новоавиатске, недалеко от школы, номер не скажу, но это вот в сторону, если переезда ехать, если вот автомобилисты часто ездят по Новоавиатску, они наблюдают, как в свое время этот мост был сужен блоками, это произошло еще года три назад, если не четыре. И тоже люди ходят по проезжей части, да? Ну, да, там нет, там есть, конечно, пешеходный мостик, но суть в том, что машины ездят по этому мосту, и не сегодня-завтра, так как мост был уже сужен, значит, по нему есть какие-то замечания, по нему есть, не так просто его сузили проезд по этому мосту, значит, идет какое-то обрушение этого моста, поэтому не сегодня-завтра может произойти такая же ситуация, и у нас Новоавиатск просто-напросто будет отрезан, одна часть Новоавиатска, а другая часть Новоавиатска, потому что этот мост связывает данный район. И это похожая ситуация, когда мы видим, что у нас делают мосты только в том случае, когда уже произошла, не скажу, что трагедия, но беда. И тогда у нас откуда-то начинаются появляться деньги, тогда мы экстренно начинаем делать проекты, и всем миром пытаемся спасти ситуацию. Константин, а мы правильно понимаем, что федеральные деньги можно привлекать уже с готовым проектом только на работы уже, да? И причем вот скорее, чем в больше аварийном состоянии находится объект, тем с большей вероятностью мы можем эти деньги федеральные, получается, либо получить, либо часть их выделить там вот из общей как бы кубышки БКД. А заранее, например, планировать делать проекты за счет средств федерального бюджета, это нереально? Нет, за счет средств федерального бюджета проекты делать нереально, а вот ремонтировать реально. Мы же с вами, вот если вы зайдете там на сайт города Кирова, администрации города Кирова, там четко написано, что этот мост через реку Сандаловку собирается ремонтировать за счет национального проекта безопасности. Да, 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 нам сказал сейчас это Игорь Меркулов. Вопрос, как я понимаю, упирается в следующее. Если вы говорите, что таких аварийных объектов, в том числе, вот вы говорите там в Кирове, да, в Новоавиатском районе, их не один, это значит, что для того, чтобы начать ремонтировать за счет федеральных денег, нам надо сначала выделить из местного бюджета какую-то сумму. На проект. На проект. То есть сделать проект и с этим готовым проектом заявляться. Если объект не один, проектов, соответственно, тоже надо не один, а каждый из них просит денег, да? Много, интересно, проектов? Вот сколько примерно стоит? Нет, но проектов-то их много. Вопрос в том, что деньги-то они есть. Деньги-то в рамках национального проекта мы же видим с вами, мы миллиарды рублей. Нет, деньги на ремонт есть. Деньги на проекты в бюджете города, они есть или нет? То есть есть у нас эти... Я думаю, что ради того, чтобы отремонтировать мост, деньги можно найти в бюджете. Один? В некоторых случаях... Один? Ну, один, два, три моста. А если много их, если там 10-20 этих мостов? Нет, ну нет, если хотя бы по три моста ремонтировали основных, три моста, например, основных проблемных мостов, ремонтировали каждый год, это не такие колоссальные суммы. Это не сотни миллионов рублей требуется выделять из бюджета города для того, чтобы отремонтировать мосты. Мы видим, как сотни миллионов рублей тратят на содержание города Кирова, а содержание лучше не становится. Так может, давайте будем тратить десятки миллионов рублей на проекты, но при этом мосты будут лучше и таких ситуаций не будет. Поэтому деньги всегда из бюджета можно найти. Вот когда петух уклюнет в данной ситуации, сразу деньги нашли. Мы сразу же видим с вами, как только пришло распоряжение, сразу деньги нашли, и сразу уже проект начинает заказывать, и подрядчик уже нашелся в администрации. Все быстро и экстренно. А когда мы пытаемся заранее этот вопрос решить, хотя бы на это у нас никогда ничего нет. А есть какие-то рычаги, я не знаю, да, способы сделать так, чтобы не доводить до какого-то происшествия? Рычаги есть. Это обследование объектов, и после того, как объект обследуется, признается либо объект аварийный, но вы поймите, если признают какой-то мост, например, аварийным, что администрация очень сильно будет бояться, то этот мост требуется будет закрыть, закрыть для проезда, так как он аварийный. И тем самым мы граждан вынуждаем, не знаю, ездить в объездную или еще каким-то образом. Тем самым администрации придется эти мосты очень экстренно ремонтировать. Поэтому в большинстве случаев у нас не пытаются обследовать эти мосты. Официально, через официальные компании, через экспертно-строительные компании. Но если, я не знаю, условно говоря, у вас возникли подозрения в аварийности какого-то моста... У вас, у рабочей группы, мы имеем в виду. Да, вы можете как-то повлиять на то, чтобы была проведена эта проверка, да, мост был признан аварийным, не признан аварийным, ну, то есть, чтобы не возникало таких ситуаций. Согласно закону мы можем обратиться в прокуратуру, любой гражданин может обратиться в прокуратуру, да, и с обоснованием, что данный объект, с его точки зрения, угрожает жизни дорожных граждан. Ну, как мы видим, обрушилась часть пешеходная, часть моста, это же угроза жизни дорожных гражданина. А если бы там кто-то шел, правильно? Вот, и на основании этого прокуратура должна выдать предписание на обследование данного объекта. И если по факту это подтверждается, если есть какие-то замечания по этому объекту. А дальше уже за счет бюджета, либо за счет денег прокуратуры производится обследование, либо они выходят в суд и судом назначают это обследование этого объекта. И уже решается вопрос в дальнейшем эксплуатации данного объекта. Вы сейчас не видите наши лица, Саня. Удивились тут на счет денег прокуратуры. Можно за счет прокуратуры весь этот банкет организовать? Не, у прокуратуры на это тоже есть деньги. Серьезно? Закладываются, у них есть такие затраты. Просто они не всегда любят их использовать на проведение каких-либо экспертиз. Они же в рамках каких-либо там уголовных дел или еще как-то воспользуются этими деньгами. Ага, то есть когда им самим что-то нужно доказать, они деньги-то найдут? Ну, конечно. И суд находит деньги, когда им надо что-то доказать. Они находят деньги, у них есть на это бюджеты. Они нанимают экспертная организация. Также и в данной ситуации, если прокуратура захочет, если им потребуется, они найдут эти деньги и проведут экспертный анализ данного моста. Сделают какие-то выводы, насколько это безопасно, не безопасно для граждан, для кировчан. Константин, мы можем сравнить, сопоставить ситуацию в Кировской области с этими вот инженерными сооружениями и в каких-то сходных регионах. То есть это общая проблема для России вообще? Это общая. Это общая проблема для России. Я даже не могу сказать, либо 19-й год было большое исследование в Министерстве транспорта Российской Федерации. Тогда как раз в рамках БКД появилась доп. программа по ремонту мостов и путепроводов. Когда колоссальные цифры по обследованию, я не говорю по невыводу экспертных организаций, а просто проводили обследование, там такие цифры очень ужасные были по состоянию мостов и сооружений, особенно регионов, особенно районных дорог и региональных центров. То после этого появилась доп. программа по ремонту или капитальному ремонту мостов и сооружений путепроводов. А мы видели, кстати, по-моему, в Кировской области тоже будут в этом году что-то делать. Да, да. Вот как раз вот в рамках этого дополнительного финансирования в Кировской области сейчас там либо 5, либо 6 объектов ремонтируют. И в том году ремонтировали, и в этом году ремонтируют. Именно в рамках региональных сетей. Понятно. Ну, то есть я даже не знаю, можно ли сейчас будет переходить к следующей нашей теме, потому что следующая наша тема – это внутренний туризм. Мы будем говорить про развитие внутреннего туризма. По-моему, все очень логично. По-моему, сначала надо все-таки дорогами заняться, а потом уже говорить о внутреннем туризме. Ну нет, с другой стороны… Дороги, прежде всего, дороги – это вектор развития региона. Если есть хорошие дороги, значит развивается промышленность, и тем самым развивается туризм. Потому что если вы к теме туризма подойдете, то в рамках национального проекта по туризму очень четко прописан там пункт по развитию дорожной сети к туристическим местам. Когда регионы, если хотят заманить туда туристов, они должны создать условия и транспортные, и общественного транспорта, ну и, понятно, хорошие дороги, чтобы турист туда приехал. И безопасные мосты. Ну, конечно, без мостов-то тоже никак. Не будет моста, не будет туристов. Просят на рекламу. Спасибо, Константин. Убегаем мы на рекламу. Константин Сечехин, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. С Константином прощаемся, а после рекламы уже начнем переходить потихонечку к туризму. Кировская область писать в своих чатиках водительских, а вот Кировская область, такое прекрасное место, мы туда въезжаем, дорога как зеркало. Ну, слушай, на самом деле, конечно, дороги... Нет, дороги в Кирове стали лучше. Стали лучше, да, и в области стали лучше, потому что я, например, помню, раньше въезжаешь, когда со стороны Республики Коми, вот переезжаешь в Стеллу, Республика Коми, Кировская область, и эту Стеллу можно убирать. На самом деле, потому что по состоянию дорожного полотна граница регионов была настолько очевидна, то сейчас этого уже нет. И, насколько я знаю, не только Вятков более-менее в хорошем состоянии, но Вятков в хорошем состоянии, да. На федеральную трассу мы имеем в виду. То есть говорят, что и на Кострому дорога уже более-менее ничего. Вот с Перми вроде бы проблемы еще есть какие-то. Про Белую, про Мутнинск что-то мы слышали, про Апанасево и Мутнинск не очень хорошие. Елена Данюшенкова к нам присоединяется, руководитель Центра развития туризма Кировской области. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы тут в первой половине программы говорили про качество дорожного покрытия, ремонт инженерных сооружений и поняли, что это, в принципе, одно из главных, наверное, составляющих, если мы говорим о внутреннем туризме, о привлечении людей, в том числе тех, кто на своем транспорте приезжает в Кировскую область. То есть накануне было заявлено о том, что к 2024 году в Кировскую область должно приехать миллион, в 2024 году в Кировскую область должен приехать миллион туристов, если вот я верно понимаю формулировки. Не очень понимаю, это именно 2024 год, как юбилейный год, да, вот этот миллион, или это в целом с 2024 года в наш регион не меньше должно приезжать каждый год? Ну, я так понимаю, что это все-таки у нас планы на годовое посещение, но планы достаточно амбициозные. Но это именно с юбилеем связано, да, 2024 год или нет? На данный момент, да, действительно, но мы не должны ориентироваться все-таки просто на юбилейную дату, это, в принципе, скажем так, планы по развитию привлечения туристов. Поэтому был бы этот год юбилейный или не юбилейный, так или иначе, мы к этому должны стремиться. Просто у нас есть определенная веха, к которой мы можем, скажем так, прицепиться, но, так или иначе, это такие вот амбициозные планы по привлечению туристов. Елена, а в этом году или в прошлом году, когда вот есть актуальная статистика, по-моему, порядка 300 тысяч, да, туристов Кировской области посетила? Чуть больше 30 тысяч. 300 тысяч – это было 330 в прошлом году. Но мы будем смотреть, на самом деле, по этому году, потому что в этом году несравнимая туристическая активность с прошлым годом. И я думаю, что цифры будут, конечно, гораздо выше прогнозных. И если развитие и интерес к региону продолжатся как минимум в том же темпе и будут еще и дополнительные стимулы, то я думаю, что вполне мы к этой цифре можем и прийти. А внутри самой вот этой цифры 300 тысяч проводятся какие-то аналитические, да, манипуляции, скажем так? Ну, то есть откуда эти люди? Это соседние регионы? Это какие-то, я не знаю, делите ли вы как-то этих людей? То есть они приезжают сюда? Ну, то есть чтобы понять, откуда потом, да, убедитесь. Смотрите, как бы практически большая часть, критически большая часть это самостоятельные туристы. Эти самостоятельные туристы, вот, в основном в прошлые годы ехали, конечно, из соседних регионов. У нас достаточно большое количество соседей, да и, в принципе, Кировская область, поскольку является транспортным хамом, достаточно удобно добираться, особенно по железной дороге. А в этом году ситуация изменилась. Мы наблюдаем то, что большое количество людей едут в Кировскую область из наших столиц, из Москвы и Санкт-Петербурга. Они едут туристическими группами, Елена, или они едут самостоятельно? В основном это самостоятельные путешественники, но и у наших туроператоров также наблюдается повышенный спрос на их услуги. Поэтому вот сейчас пока сложно, сейчас идет разгар сезона, и какие-то итоги подводить достаточно сложно. Все равно мы это уже будем делать ближе к концу года, в начале следующего, когда у нас будет понимание хотя бы по активности летних месяцев. Да, ну пока просто ощущения такие, что стало больше туристов. Да, пока есть ощущения, причем ощущения, они подтверждаются в том числе и нашими площадками, которые работают с билетом. То есть они-то это чувствуют в первую очередь, соответственно. Поэтому плюс мы чувствуем по посещению туристко-информационного центра о том, что туристический поток значительно возрос. А вот эти вот 300 тысяч, да, это все... Это в прошлом году. Они все, ну просто, да, если у нас вот эта цифра есть, от которой мы можем отталкиваться, это люди, которые прошли именно через какие-то туристические агентства, еще что-то, да? Нет, нет, это все вместе. Как вы их считаете? Люди приехали к родственникам или человек приехал, ну, в гостиницу поселился? Как понять, что он туристическим целям? Ну, мне кажется, мы уже не первый раз говорим вообще со всеми о вопросе туристической статистики. Так. И уже не первый раз мы повторяем о том, что на данный момент статистика считается по количеству ночевок наших гостиниц. Ага, по объектам размещения. То есть на самом деле этих туристов может быть больше? То есть это могут люди быть, которые приезжают к родственникам? Это люди могут быть... Естественно, их может быть больше, естественно. Мы стараемся их также считать по данным туроператоров, площадок. Мы сопоставляем эти данные и выходим вместе с Кировстатом на определенную цифру. А точки притяжения туристов? Куда люди едут? Точки притяжения туристов, на самом деле, у нас огромное количество. Это и в городе Кирове большое количество площадок. То есть у нас зачастую едут семьи с детьми, едут люди 50+, очень много, которые путешествуют, в том числе на своем автомобиле. Поэтому город Киров – это окрестности, кто едет транзитом, соответственно, посещает те города, которые находятся по трассе. Плюс у нас очень большой туристический потенциал у Вятских полян. Соответственно, там уже такое южное направление нашего региона. Поэтому объектов много, мы это видим, знаем. Заявлены также к развитию новые виды туризма, то есть новый вектор, например, промышленный туризм. Поэтому я думаю, что достаточно большое количество объектов притяжения на данный момент находится в Кирове. Нет, понятно, что Кировская область большая и объектов много, но если говорить о конкретно каком-то развитии, о тех же самых, вот Аня упоминала о дороге, о том, чтобы к туристическому объекту вела хорошая дорога, то все равно средств у нас количество ограниченное. То есть если мы видим потенциал какой-то точки, то, возможно, стоит в нее вкладывать средства, чтобы она еще больше туристов привлекала. Вот какие-то такие вот вещи вы отслеживаете? На оперативном совещании было сказано о том, что туризм это достаточно межведомственная структура, то, что она сопряжена с многими отраслями народного хозяйства, поэтому, естественно, сотрудничество с коллегами, курирующие органы власти будут разрабатывать соответствующие программы, чтобы выделять приоритетное направление и, соответственно, уже распределять имеющиеся ресурсы. Елена, а вот если мы говорим все-таки про миллион туристов, через два года получается, да? Это очень скоро. Это очень скоро, учитывая то, как время бежит. То есть казалось бы, что вот эти вещи, о которых вы говорите, они должны были бы уже быть сделаны. Да, смотрите, я просто цифры некоторые приведу со вчерашнего совещания, про которое Елена говорит. Вчера Георгий Барминов, министр спорта и молодежной политики, который курирует туризм, заявил о том, что загрузка санатория в Кировский круглогодично составляет порядка 100%, гостиниц 85-95% в пиковый период и около 70% в другое время. Это при том, что вы говорите про 330 тысяч по итогам прошлого года. Если нам в 2024 году надо это количество увеличить в три раза, в три раза получается, да, до миллиона, то где мы будем размещать этих людей, если уже сейчас гостиницы загружены? Ну, смотрите, естественно, инфраструктурный вопрос, он так или иначе должен быть. Об этом вчера говорила глава региона об отелях, об инфраструктурных вопросах. Этот вопрос ни в коем случае никто не снимал. Плюс есть те, кто приезжает в рамках одного дня, кто приезжает с грандитом, кто приезжает с железнодорожными круизами. То есть все люди, они не ночуют в формате региона. Те, кто не хочет тратить, например, на проживание свои средства, они могут выбирать совершенно другие форматы путешествий. Поэтому этот поток тоже не стоит снимать с счетов. Поэтому я думаю, что вопросы по инфраструктуре действительно имеют место быть, но есть еще и дополнительная вот эта история потоковая, которую тоже нельзя снимать с счетов. Елена, развитие авиасообщения, о котором тоже говорилось, вот в последние дни достаточно много. Это, ну, прежде всего, наверное, для кировчан все-таки направление, там Самара, Кавказ, да, насколько я помню, еще куда-то хотели отправлять. Ну, вот в планах это есть. Это будет способствовать привлечению в наш регион, в том числе оттуда людей? То есть поедут ли, условно, из какого-то курортного региона, более курортного, чем Киров, туристы к нам? Ну, почему бы и нет? Потому что всегда туризм – это вид интереса. Что есть в курортном регионе, у них нет того, что есть у нас. У нас нет того, что есть у них. И, соответственно, если человек, который живет постоянно, например, у моря, ему хочется какой-то альтернативы. Тут это абсолютно такой человеческий фактор, поэтому почему бы и нет? То есть это будет способствовать не только оттоку кировчан в летние месяцы в другие регионы, но и оттоку кировчанам, тем, кому надоело это море. Да, мы живем в одной стране, и развитие туризма в рамках одного региона – это утопия, потому что мы все прекрасно понимаем, что развитие туризма в том числе должно строиться на межрегиональных связях, межрегиональных маршрутах, потому что страна большая, один в поле не воин, и поэтому так или иначе это взаимодействие должно происходить. Возвращаясь все-таки к объектам размещения, все равно, наверное, вы в курсе больше, чем мы, и подскажете, есть какие-то сейчас государственные программы, ну вот, может быть, они уже появились или прорабатываются, учитывая, что сейчас внутренний туризм будет развиваться, именно по, не знаю, там, по финансированию, по софинансированию строительства объектов размещения, как это было, если вот я не ошибаюсь, когда был чемпионат мира по футболу? Да, программы существуют, в том числе существуют программы по некапитальному строительству, и Кировская область как раз подала заявку на субсидирование строительства некапитальных объектов. Результатов пока, к сожалению, не знаем, у них еще нет, но так или иначе есть спрос, есть инвесторы, которые готовы в том числе вкладываться в эту историю, и Кировская область активно участвует в таких программах. И возможность получить поддержку по такой программе тоже есть? Конечно. Понятно. Спасибо большое, Елена Данишенкова, руководитель Центра развития туризма Кировской области, с нами на связи была. Туристическую тему продолжим во втором часе, будем говорить про маленькие-маленькие такие фигурки, которые тоже отчасти будут привлекать туристов в наш регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова